Ну, начинаем традиционно с трикотажа. Это платье было и в моей осенней подборке, и для зимней подборки оно, конечно же, не потеряло своей актуальности. Хочу обратить ваше внимание на длину. Это макси. Длина миди и макси для трикотажных платьев это наиболее актуальная тема. И именно в такой длине трикотажное платье, можно выбирать трикотажное платье, не опасаясь вот этого полнящего эффекта. Когда трикотажное платье до колена либо выше, оно очень сильно увеличивает объем бедер. Когда речь идет о платье длиной миди либо макси, то трикотажное платье, даже тонкой облегающей фигуру, не полнит. Плюс на данной модели, обратите внимание, присутствуют две вертикальные полоски, которые у нас обладают эффектом смарт-платья. Все вот эти уловки, которые характерны для смарт-платья, которые прорисовывают у нас фактически силуэт, подчеркивая широкие места и сужая более узкие, работают не только при цветовом контрасте, как это было в платьях-футлярах, но и при контрасте фактуры. Вот как здесь мы видим, и там, и там трикотаж, но чуть более гладкий, чуть более фактурный. И вот этот смарт-эффект довольно легко возникает. Также обратите внимание на то, что это платье довольно плотно сидит по фигуре. И приталенный трикотаж в целом тоже актуальный тренд. И эта приталенность иногда выглядит органично, как здесь, иногда носит утрированный характер. То есть, когда это у нас очень широкие плечи, и при этом подчеркнутая талия, плюс еще подчеркивается отдельно поясом. Трикотажные платья очень любят пояса, и при этом пояса должны быть довольно широкие. По моде сейчас носить трикотаж в сочетании с крупной бижутерией. Это могут быть крупные сетки, крупные браслеты, даже надетые поверх рукава. И широкий пояс у нас тоже, в принципе, заметной бляхой можно отнести все к той же крупной бижутерии. Если вы среднего невысокого роста и хотите визуально выглядеть в высшей стройне, то не забывайте о такой классической уловке, как подвеска на длинной цепочке. Это тоже сейчас укладывается в современной тенденции, в сочетании с современными трикотажными платьями смотрится очень органично. Плюс полоски на этом платье нас немного отсылают к тенденции спортшика. Сейчас, как я уже неоднократно говорил, все вот эти стили перемешались и часто тяжело выделить какой-то определенный доминирующий стиль в каком-то платье. Потому что, если говорить об этой модели, то здесь у нас прослеживаются и элементы спортшика, то есть у нас вверх, как у пола, у нас присутствуют вот эти вертикальные полосы. Но при этом сравните настроение двух цветовых вариантов, то есть это одна и та же модель. Но в бежевом цвете получается абсолютно леди-лайк. Причем, если серое платье можно представить в сочетании с ботинками, в сочетании с кроссовками, в сочетании с экзаком, то есть его можно при помощи бомбера докрутить как-то до спортшика, то относительно бежевого, то это чистый леди-лайк. То есть получается, что вот в такой подаче, в максим подаче цвет приобретает большое значение. И если это бежевый цвет, бежевый, новым, черным сейчас называют, то это, конечно, леди-лайк настроение, даже если платье довольно современной формы. Еще пара моделей, если можно так сказать, менее подиумных, более носибельных. Это платье из тонкого трикотажа, свободной посадки, что будет подходить практически для любого типа фигуры, ну и исключение сильно выдающийся живот. Но при этом, даже если вы относитесь к типу фигуры яблока, и живот у вас не выдается за грудь, то есть грудь все-таки больше, то вариант справа тоже будет смотреться довольно эффектно. Вариант слева более прямой, он больше подойдет для девушек атлетического телосложения и среднего и высокого роста. Вариант справа имеет более трапециевидную форму, и эта форма задается даже в форме рукава, то есть он имеет форму реглана. И, соответственно, если у нас вариант слева, своеобразным вырезом, замечательно подчеркивает грудь, но при этом под грудью возникают такие складки, которые у нас визуально формируют талию, то вариант справа, за счет того, что здесь ворот с хомутом и рукав реглан, он не так подчеркивает грудь, потому что за счет трапециевидной формы самого платья, вот эти складки в области талии не возникают, соответственно, талия не подчеркивается. Вариант слева можно представить в сочетании с широким поясом, вариант справа с широким поясом будет смотреться нарочито, потому что горло уже закрыто. То есть, если у платья высокий ворот, то закрывать горло это не очень хорошая идея. Также обратите внимание на форму рукава. Слева у нас очень тонкий манжет, то есть он скорее для того, чтобы просто можно было рукав поднять и сделать длину до четверти. Вариант справа у нас с широким манжетом, что будет более эффектно смотреться в сочетании с одеждой сверху с длинным рукавом. И это платье, которое очень органично будет смотреться в многослойности. Вариант слева это то платье, которое органично будет смотреться само по себе, совершенно никак умаститься не могу. И вариант справа чуть более короткий, чем вариант слева. И, как я уже сказал, это рекомендация для среднего и невысокого роста. Сам цвет платьев и в том и в том случае нейтральный. В принципе, цвета можно поменять, смысл от этого не изменится. Обратите внимание, что если на предыдущем трикотажном платье у нас цвет в гладкой подаче, и это делает цвет очень ярким, очень характерным, и поэтому между одной моделью в разных цветовых решениях такая разница по настроению, то здесь у нас и там, и там фактура меланж, что визуально очень сильно смягчает цвет. И вот эта меланжевая фактура подразумевает, что на предмете должен присутствовать какой-то акцент, должен присутствовать какой-то яркий, заметный аксессуар. Ловили этот нюанс. Более насыщенный цвет и более универсальная модель, то есть это вот золотая середина между платьями, которые мы видели на предыдущих фотографиях. На что я здесь обратил внимание? Во-первых, ворот в отличие от широкого хомута здесь чуть более плотно сидит, чуть более плотно, ближе находится к шее, но при этом не облегает ее плотно, то есть не возникает эффекта именно водолазки, как на правой фотографии. То есть это ворот, который у нас немного отстает от шеи. Это всегда смотрится очень женственно, очень кокетливо. Но это исключает любые украшения на шею. Но круто смотрится в сочетании с компактными сережками. Здесь более яркий, более насыщенный цвет, поэтому здесь уже цвет выходит на передний план, несмотря на меланжевую фактуру. Сравните насыщенность цветов здесь и здесь. То есть здесь совсем легкий, едва заметный, обязательно что-то сверху. Здесь, если что-то сверху у нас добавляется, то обязательно это должен быть заметный по цвету акцент. То есть это должен быть насыщенный оттенок бордового, либо насыщенный оттенок салатового, либо это что-то крупное золотое. Если здесь акценты, аксессуары могут быть довольно нейтральными, черный, серый, коричневый цвета, то здесь на фоне более насыщенного бежево-коричневого цвета аксессуары должны быть более заметными. Это платье более стильное, потому что в нем присутствует линия на подоле, в нем присутствуют более широкие манжеты. И сам трикотаж более плотный, что как бы подразумевает, что это платье лучше не прятать под поясом, лучше не пытаться его чем-то примять, но само по себе дает красивую форму. И сами по себе вот эти широкие манжеты и широкая линия внизу задает масштаб аксессуаров. То есть если мы выбираем более нейтральные модели, как мы видим здесь, то аксессуары могут быть в том числе и деликатными. То есть даже тонкая цепочка на груди с небольшой какой-то подвеской будет смотреться вполне уместно. Если же здесь мы видим, что на самом предмете присутствуют довольно крупные элементы декора, заметные элементы дизайна, то соответственно масштаб аксессуаров тоже должен быть довольно крупным. И сумки, и клатчи, и обувь, все должно быть более тяжеловесным. И в целом вот такие укрупненные элементы декора это общая характеристика для вот этого периода, который мы сейчас рассматриваем. Обратите внимание на правую фотографию. Здесь у нас свитер свободной посадки. Он с контрастными рукавами. В нем тоже присутствуют вот эти широкие элементы дизайна, на которые я обращал внимание на предыдущей на левой модели. И это как бы намекает нам на масштаб аксессуаров. Плюс обратите внимание на посадку на модели по плечам. Когда у нас трикотаж садится таким образом, что плечи четко видны, они дают четкую квадратную линию, и этот эффект достигается именно за счет пущенного шва рукава, то это визуально даже оверсайз силуэт делает более подтянутым. То есть если у него есть жесткая опора, то даже оверсайз выглядит более собрано, более структурировано. Когда речь заходит об оверсайз силуэте, если это что-то с доминирующими округлыми линиями, то обязательно должны присутствовать какие-то элементы, которые это все как будто пришпилят, посадят на фигуру, как-то структурируют. Здесь же мы видим уже на этом этапе развития этой тенденции такие элементы дизайна, которые уже делают вещь самодостаточной. То есть сочетание тонкого трикотажа с вот этими широкими резинками вверху и внизу и посадка этого тонкого трикотажа по плечам фактически позволяет избавить его от каких-то дополнительных элементов декора. То есть такой свитер не будет выглядеть полнящим даже при отсутствии четкого акцента на талии. И обратите внимание на то, что здесь рукава, как я уже сказал, контрастного цвета. И именно эта контрастность позволяет выделить у нас центр силуэта, то есть сделать верхнюю часть более структурированной. Это вот абсолютно самодостаточный дизайн, которому не нужно добавлять ничего крупного, ничего большого. Если платье получается такая монолитная штука, которая занимает у нас 70, иногда 80% образа, учитывая современную моду на длину, то верх подразумевает, что внизу будет что-то еще. И уже этого сочетания будет достаточно, чтобы образ был достаточно стильным. То есть если в свитере присутствует столько дизайна, как здесь, и широкие вот эти резинки, и контрастный рукав, и правильная посадка по плечу в сочетании с приспущенной линией плеча, и вот эти разрезы сбоку, то это как бы исключает любое другое дополнение к этому свитеру. То есть какие-либо крупные сеги, и какая-либо крупная бижутерия на груди будет уже лишней. Этого свитера уже достаточно. Подумайте о сочетании, каком-то оригинальном сочетании с низом. И в целом, мне дико радует, что сейчас очень много появилось таких предметов, которые являются, благодаря дизайну, фактически самодостаточными, не требуют каких-то сложностей, уловок в подборе сочетаний. Иногда самодостаточным уже выступает цвет. Цвет сейчас в фрикотаже играет огромную роль, и если вы выбираете что-то не из вот этой бежево-пастельной гаммы, которая была у нас в начале презентации, что-то более яркое, то нужно понимать, что это предметы уже по определению самодостаточные. Если говоря о цветовых сочетаниях еще пять лет назад в образе, мы говорили о сочетании трех, четырех, пяти, иногда даже более цветов, и очень сложно простраивалась игра оттенков, то сейчас, наоборот, у нас идет немного утрированная подача цвета, утрированная подача формы, и поэтому в образе двух цветов уже часто бывает достаточно, а третий цвет, какой-то оттеняющий цвет аксессуаров, уже вот просто выше крыши. То есть сейчас получается таких вот сложных сочетаний в цветах, в дизайне, которые мы видели еще пять лет назад, сейчас мы уже не наблюдаем, но при этом довольно много ярких цветов в минималистичном дизайне. Это немножко резонирует с трендом на 90-е, но минимализм в 90-х сегодня углубляться не будем, в принципе, эта тема уже жеванопережевана. Обратите внимание здесь на сочетание с черным низом, также внизу может быть темно-синий, либо какой-то другой базовый цвет, темно-серый, но именно в сочетании с черным, так как черный у нас вполне утрировать природу цвета, яркие цвета в этом сезоне раскрываются наиболее интересно, и сейчас вот эта утрирующая природа цвета в образах, в сочетаниях используется дизайнерами очень активно, и если раньше сочетание черного и коричневого считалось бескостным, то сейчас сочетание черного и коричневого становится одной из тенденций, которую отмечают многие обозреватели, потому что это позволяет немного утрированно подать вот этот самый коричневый цвет, и не стоит бояться черного, как цвета утрирующего сочетания, в сочетаниях именно этой зимой. На следующее лето, кстати, эта идея распространится. Если вы видите яркий цвет в минималистичном дизайне, отмечайте, что это по определению минимализм, и это настроение, минимализм должно распространяться не только на сочетание двух предметов в образе, но и на образ в целом. Черный минимализм у нас также не теряет актуальности, его очень много, и здесь в первую очередь нужно обращать внимание на силуэт. Силуэт должен быть интересным, нестандартным, и ни в коем случае не эргономичным, то есть он не должен повторять линии тела. То есть если это свитер, то это такая вот треугольная свободная распашонка в сочетании с какой-то юбкой колонны. Если это брюки, то это утрированный объем, как, к примеру, у японских брюки хакама. То есть черный эффектно и трендово смотрится, когда речь идет о ярких, интересных, неестественных силуэтах. Вот это слово неестественный, пусть оно вас не пугает, но оно доносит вот ту мысль, которую я хочу до вас донести. Это не черные леггинсы, которые подойдут под любую тунику, и это даже не черные кожаные брюки, которые типа под все подойдут. Если у нас идет черный, то черный должен быть необычной, интересной формы и заметного объема. Тогда он может играть интересно и выглядеть современным. Продолжая разговор о трикотаже, хотел бы показать вам эту модель свитера. Крайне удачная модель. Здесь есть несколько элементов дизайна, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, посмотрите на то, как сконструировано плечо. Плечо, выходящее за линию плеча, и при этом находящееся в глубине под ним линия руки, визуально у нас позволяет веру сделать более компактным, более аккуратным, и опять же сообщает образу вот эту собранность. Несмотря на то, что в целом силуэт оверсайз. Обратите внимание на то, как сконструирован рукав. Он имеет такую романтичную, округлую форму, но при этом жестко прихвачен манжетом. Это позволяет даже при свободной посадке в области талии создать правильный контраст между общим объемом силуэта и объемом центра силуэта, за счет чего центр воспринимается более компактным. И вот эти вот объемные руки делают в целом вас более хрупкой. Особенно в таком сочетании длины рукава и длины самого свитера. Также обратите внимание здесь на соотношение вот этих вот крылышек и ширины ворота. Они приблизительно совпадают, и крылышки даже чуть шире. Вот если крылышки чуть шире, это хорошо. Если крылышки уже, чем ширина ворота, то эффект будет обратным. Это будет визуально расширять плеч. Этот эффект мы часто используем в мужской одежде. Спортивная тенденция, тенденция на поло, которая была этим летом, продолжилась и в зимних трендах, и поэтому довольно много вот таких свитеров, которые у нас поверх напоминают футболку поло, но при этом по форме напоминают бомбер. Эффектнее всего они смотрятся, когда это радикально укороченные свитера, когда для того, чтобы сочетать их с юбкой или брюками, их не приходится заправлять в области живота. Обратите внимание на разницу длины рукава и длины самого свитера. То есть это довольно короткий свитер. Но при этом такой короткий свитер может удачно оформить живот и удачно оформить грудь. То есть если у вас тип фигуры яблока, то такой свитер будет смотреться очень эффектно. Он допускает многослойность, то есть выглядывающая белая футболка из-под такого свитера будет смотреться очень в тему. И даже водолазка какого-то яркого контрастного цвета может стать интересным дополнением. Относительно низа такие свитера эффектнее всего сочетаются с юбками прямого кроя, но неплохо также они смотрятся с брюками, расклешенными от бедра, либо от колена. В сочетании с узкими брюками такого типа свитера не очень удачно подают пропорции. Тенденция, которую я отмечал, говоря в самом начале о платье, вот эта радикальная приталенность. Здесь у нас свитер крупной вязки. Часто оверсайз, вот это общее настроение оверсайза выражается не только в непосредственном увеличении объемов, но и также в том, что используется более грубая, более выразительная фактура. И здесь мы видим очень широкую полоску резинку, в сочетании с утрированно крупными элементами. Это все тот же широкий угород в стиле 70-х, который тоже многие выделяют как отдельную тенденцию. При этом удлиненная планка, то, что у нас с одной стороны соотносится с футболкой пола, но на футболке пола она короче, на свитерах ее делают длиннее, тогда это позволяет выглядеть свитеру более пропорциональным. Плюс это круто смотрится, когда она расстегнута. И обратите внимание, здесь все это сочетается с радикальной приталенностью. Это эффект куклы Барби. То есть, когда мы имеем дело с такими укропненными элементами и такой фактически приравненный к принту фактурой, мы можем себе сконструировать очень эффектный силуэт песочных часов. Такой свитер можно усилить при помощи пояса, и это тоже довольно трендово. Ширина пояса должна быть пропорциональна фактуре. То есть, если здесь мы видим вот такую резинку, то ширина пояса не меньше 5 см. То есть, тоненький поясок здесь будет неуместен. Но понимаете, что пояс должен быть шире любого элемента свитера, шире ворота, шире планки, крупнее пуговиц. То есть, это должен быть самый крупный элемент, но при этом не слишком крупный, чтобы он не превратился в корсет. Тогда это будет выглядеть немного нарочито. Такие рукава очень красиво подают руки, даже полноватые руки с такой фактурой в обтягивающем свитере выглядят довольно эффектно. Поэтому, если у вас в целом присутствует талия, либо просто худощавый прямой силуэт, обязательно попробуйте модель. Эту модель это будет смотреться эффектно. Ну и, конечно же, клетка в разных тенденциях, не в разных тенденциях, клетка, тенденция клетки в разных предметах, в разных элементах, и в платьях, и в трикотаже, и в жакетах проявляется очень ярко. И если говорить о клетке в трикотаже, то в первую очередь хотелось бы обратить внимание на крупную клетку. Если это мелкая клетка, она часто может трансформироваться, тянуться по фигуре, очень сильно искажать фигуру, и давать просто какие-то непредсказуемые оптические иллюзии. То есть, внезапно могут плечи стать шире, либо живот выделиться. Поэтому, если вы выбираете трикотаж в клетку, то клетка должна быть крупная, как здесь. То есть, мы видим фактически вот две клетки на всю высоту изделия. И это нормальная женственная пропорция. Если клеток уже будет больше, то обязательно где-то что-то растянется, и возникнут неправильные оптические иллюзии. И клетчатый трикотаж должен очень свободно сидеть по фигуре. Ведь если у нас клетка растягивается, в семинаре, который был у нас по осенним тенденциям, я довольно подробно об этом говорил, то это может иногда давать интересную игру объемов, а иногда наоборот очень сильно уродовать объемы. Но вот здесь вот две клетки фактически на всю высоту изделия. Это нормально. И очень свободная посадка самого изделия. Вот это вот оптимальная подача клетки в трикотаже этой зимой.